а сегодня хочу показать что декоративные деревья также можно иметь компактными и сдерживать крону и по высоте и по ширине немножко поздно я подумал снять это видео уже начал я процесс работы но тем не менее покажу я сейчас поднял низ немножко потому что ветви уже закрыли хвойные растения которые были посажены под деревом и теперь я приступил к вершине я сейчас убрал две две ветви по два с половиной метра здесь одну же срезал покажу это на ведь это была одна и вторая для макушки ну где-то высота ветвей два с половиной метра часто коррекцию сделаю среза вот покажу где там наверху теперь я сейчас сделаю коррекции уже секатором верховым выровняю дерево сделаю по бокам срезы для того чтобы она стала компактнее и чуть под подкорректирую верхнюю часть чтобы дерево было симметрично это липа липо растет очень мощным большим деревом также сейчас покажу как я буду делать делать березу я покажу сейчас до того как я буду это делать и после того суть видео в том что это пример сам принцип того что не только плодовые деревья можно иметь компактными на своем участке и удобными для сбора урожая обработок но также и декоративные деревья чтобы не получались огромные пальмы такие недоступные где много мусора после них они начинают подрывать своими корнями фундамент закрывать растения которые растут возле них поэтому раз уж есть декоративные растения на вашем участке то их также можно красиво компактно оформить и сдерживая ну там через год ежегодно в зависимости от того как получается сдерживать эти растения удобными для роста удобными для того чтобы они компактно и компактно находились на вашем участке так как они имеют очень сильный рост очень большую силу роста сейчас покажу до обрезки березу так вот сейчас я буду также это делать с березой деревь береза очень мощное дерево так же как и липа растет большими большими деревьями стволы мощные закроет если ничего не делать но естественно что ель также будет останавливаться в росте будет сейчас стрижка выполняться но береза также как и липа мощное само по себе растение поэтому я сейчас уберу макушку здесь будет наверно такая более пирамидальная крона подниму чуть вниз обрежу вверх и сделаю обрезку по бокам покажу уже после того как сделаю работу так делюсь результатом что у меня получилось на мой взгляд получилось очень даже ничего очень компактно дерево я его откорректировал убрал от забора от крыши поднял штамп убрал высоту вот такое количество ведре получилось и дерево теперь имеет компактный вид по крайней мере она уже не будет мешать ни другим растениям и не будет вырываться вверх и ширину показываю березу что с березы получилось вот такая получилась миниатюрная береза также я поднял штамп вот так как ветки закрыли шаровидную тую но и другие растения убрал высоту и сделал боковую коррекцию теперь это дерево имеет компактный вид получилось столько ветвей пока не поздно это все я вовремя сделал потому что потом большое дерево но накроет все хвойные растения которые здесь есть в частности ель будет однобокая там вот крымская сосна там и так далее то есть все растения хвойные которые попадут под тень это этой березы они все будут угнетаем угнетаться у них будет сохнуть ветви они будут однобоки и так далее то есть естественно что береза не может быть не совсем в тему была посажена дизайнерами и единственный вариант на данный момент это только сдерживание кроны вот такой миниатюрной кроны которая будет не будет мешать другим растениям и будет вписываться ландшафтный дизайн обрезайте ваши растения грамотно и пусть они радуют ваш глаз и красивыми миниатюрными небольшими деревьями на участке